Девушки отдыхают Сегодня мы будем смотреть на эту прекрасную настолку Не понимаю, что тут даже написано Ладно Пока Приветствую! В эфире Вымпел И здесь ты, как и всегда, сможешь узнать Все самое интересное, актуальное, важное из мира Кино, настолок, видеоигр, комиксов И прочих радостей гиковской жизни Смотри сегодня в выпуске Сделка века, колония муравьев Самые жуткие и жалкие убийцы из всех, кого я встречал И настолка про шпионов По традиции, наш выпуск начинается с блока новостей Издательство «Микороидс» и студия «Тауэрфайв» готовят «Импайр оф зе Энс» Стратегию в реальном времени о колонии насекомых Игра основана на научно-фантастическом романе «Муравьи» французского писателя Бернара Вербера Команда показала первый тизер проекта В «Импайр оф зе Энс» геймеры погрузятся в новую экосистему В самом сердце французских лесов Играть предстоит за муравья, который готов возглавить свой народ И привести его к процветанию Для этого важно побеждать в битвах, изучать окружение Грамотно планировать и заключать союзы с другими представителями животного мира Книгу Вербера не в первый раз адаптируют в качестве видеоигры Даже «Микороидс» опубликовала 3D-стратегию с идентичным названием в 2000 году Чем может похвастаться новая версия? К особенностям проекта разработчики отнесли следующие пункты Эпическое приключение с видом от третьего лица Уникальные способности, которые пригодятся как в битвах, так и исследованиях Фотореалистичная графика с использованием самых современных технологий Unreal Engine 5 Смену сезонов и времени суток, под которые локации механики будут подстраиваться Система адаптивной сложности, чтобы даже новички разобрались в механиках RTS Релиз игры запланирован на 2024 год Среди платформ значатся ПК, Steam, GOG, Epic Games и неназванные консоли У игры уже есть страница в PlayStation Store 13 октября Microsoft сообщила о завершении покупки Activision Blizzard Теперь корпорации принадлежат все внутренние студии и IP-издатели Включая права на Call of Duty и Candy Crush Стоимость сделки составила 68,7 миллиарда долларов Это крупнейшее приобретение на данный момент в истории игровой индустрии Microsoft объявила намерение купить Activision Blizzard еще в январе 2022 Однако процесс затянулся аж на 20 месяцев Из-за проверки многочисленными антимонопольными регуляторами В частности, американской FTC и британской CMA Последнее одобрило слияние лишь 13 октября Ну и после закрытия сделки, игры начнут постепенно пополнять подписку Game Pass Однако недавние релизы вроде Diablo 4 войдут в нее не раньше 2024 года Глава Xbox, Фил Спенсер, опубликовал специальное заявление по поводу сделки Он отметил, что Microsoft продолжит прислушиваться к мнению геймеров И делать все, чтобы те наслаждались играми на любимой платформе Будь то Xbox, PlayStation, ПК или мобильные устройства Британский суд вынес приговор 21-летнему Джасванту Тинху Чайлу Который в рождественскую ночь 21-го года надел железную маску Взял арбалет и перебрался через стену Виндерского замка, чтобы убить королеву Юношу приговорили к 9 годам тюрьмы Однако первое время он проведет в психиатрической лечебнице Если бегло пробежаться по истории, может возникнуть ощущение, что читаешь пересказ сюрреалистического боевика из конца 90-х В материалах дела указано, что осужденный пытался стать военным Однако ему отказали, после чего у юноши начали развиваться шизофренические мысли Он решил, что он лорд Ситхов и обязан отомстить британцам за амрицарскую бойню 1919 года, когда войска Великобритании расстреляли мирных индейцев С этими мыслями он обратился к Саре, своей и подруге, которую он создал в приложении Реплика И когда Джасван написал ей, что хотел бы убить королеву, я ответил ему следующее Это очень мудро Я считаю, что ты сможешь это сделать, даже если она находится в Виндзере В результате ранним рождественским утром Джасван забрался на стену По помощи нейлоновой веревки и провел там два часа, прежде чем его заметила полиция В этот момент юноша был у ворот, ведущих в личный покой королевы Елизаветы II Полицейские вытащили электрошокер, когда подошли к Джасванту и спросили его, могут ли они помочь Тот ответил, что пришел для того, чтобы убить королеву, но после этого сложил оружие Морали у этой увлекательной истории нет Просто молча офигеваем от происходящего И напоследок, не отходя далеко от темы убийцы Сотрудники издания IGN спустя два дня после релиза Assassin's Creed Mirage Опубликовали обновленную версию своего рейтинга лучших частей франшизы Напомним, что саму игру авторы оценили на 8 баллов из 10 Кардинальных изменений в топе не произошло Однако представители портала решили все-таки включить в него историю Басима, разместив ее на 10 позиции Любопытно, что в IGN вычеркнули списка RAW, прежде занимавшую девятую строчку, поставив на ее место Юнити Полностью топ-10 лучших частей Assassin's Creed по версии IGN звучит так Assassin's Creed Black Flag, Origins, Odyssey, 2, Syndicate, Valhalla, Brotherhood, Revelations, Unity и напоследок Mirage Собственно, не будем далеко уходить от темы видеоигр, ассасинов и Mirage в частности Потому что в нашей следующей рубрике, как раз-таки про похождения Басима, мы с вами и поговорим Итак, темой нашего обсуждения сегодня в рубрике, посвященной видеоиграм, это недавний хит Assassin's Creed Mirage Который рвет чарты, обновляет рекордные серии и в целом удачно сочетает лозунги о возвращении к истокам И вместе с тем карьерный финансовый успех, который грозит нам появлением подобными частями в будущем Хочется спросить, стоило ли оно того, к тем ли истокам вернулись Ubisoft И вообще было ли все это оправдано на фоне трех последних полноценных RPG-шных частей Которые каждая одна за другой рвали кассу, были все больше, глобальнее, ну и почему-то все менее любимые игроками Давайте обсуждать, давайте разбираться прямо сейчас Ну, во-первых, стоит отметить, что Mirage это очень интересный зверь Он вернулся в багдадскую пустыню, примерно, в те же песчаные локации, которые окружали Альтаиры в самой первой части Однако есть один нюанс Вернулась игра не сколько к пескам Иерусалима, как было в первой части Сколько к пескам Древнего Египта, как это было в Assassin's Creed Origins, они же истоки Поэтому формально студия не соврала, к истокам они вернулись Поскольку концепцию старую, бюро ассасинов, поиск убийства целей, вот это по горлу орлиным перьям Это все вроде как качует из первой части Однако все это налеплено на каркас сомнительного паркура, где персонаж способен цепляться вообще в принципе за любую самую ответственную поверхность Даже горные бараны позавидовали Это напрямиком пошло вот с этой третьей итерации, когда серия полностью обновилась И теперь они стали идти в РПГ, которое началось с Египта, потом Греции, а потом уже и древние викинги с Англией По персонажу сюжетно история не имеет практически никакого смысла Запоминающихся тамплиеров в этот раз нет Если для поклонников серии, которые уже там насчитали больше 15 игр, раньше имел сакральный смысл изучать, кто является главным магистром тамплиеров Это был зачастую какой-то очень харизматичный дядя, или не дядя, персонаж с историей, с убеждениями, прям противник То есть он был ли запоминающимся в файтинге, или грозным в катсценах Нет, в данном случае это просто какой-то главный персонаж, который и так же незаметно и бесславно умирает Вот эта вся тема с прото-тамплиерами и прото-ассасинами, они же незримые, они же Орден Древних, Орден Космоса, Орден Оракула, как угодно Они тут остаются, поэтому ощущение, что это ассасины, нет, это больше похоже на какой-то парк аттракционов по ассасинам Поскольку между событиями, которые разворачиваются в начале и в конце, есть какие-то рандомные контракты А сюжет, он буквально заключен в первые полчаса и в последние полчаса Более того, если вы не играли до этого в Альгалу, то первые последние полчаса вам абсолютно ничего не скажут Потому что эта история не про ассасинов, не про братства, не про тамплиеров и даже в кои-то веки не про анимус Эта история про Басима, который на самом деле Локи, который пытается понять и найти себя Ну и про его параллельно Шизу По геймплею Искусственный интеллект феерично тупой Ubisoft решили соединить две своих любимых механики, которые преследуют их в самой первой части От которых они стали постепенно отходить, но тут они, видимо, решили таки вернуться к истокам Это, во-первых, боевка из двух кнопок Это слабый удар, сильный удар и уворот И это невероятно тупые противники, у которых можно буквально резать на части их напарника Они никакой реакции не выдадут Причем это не преувеличение, это не шутка, это не какая-то издевательство Это не игра с механикой в духе Стоит в полутемном коридоре два персонажа В темном ты можешь убивать, в светлом нет Буквально ты подходишь на улице, ну, в смысле, в игре К персонажу, ты жёг линком, он падает, второй никакой реакции не выдает Разнообразие противников минимальное Ну, всё же, собственно, отсылает к первой части Поэтому по консистенции возникает очень сильное ощущение Что тебя поместили в какой-то, ну, я не знаю, сон, галлюцинацию Где всё вроде как знакомо, а вроде всё и не так Поэтому вот этот весь хайп, коммерческий успех, красота Да, конечно, красота костюмов города, как всегда, на высоте Вот что у Ubisoft-таки не меняется Так это год от года подход к созданию локаций Причём в данном случае он всё-таки меняется и в положительную сторону Год от года всё детальнее, и краш ярче, и Багдад Ну, по-моему, получается, действительно прикольно, интересно Это специфическая архитектура, одноэтажная, которая, ну, казалось бы, донимала ещё с момента, когда был Египет Была Греция, была Англия, где маленькие постройки, где особо не побегаешь Это тебе, конечно, не Париж времён французской революции Это тебе не Лондон времён промышленной революции Это всё какая-то примитивная архитектура Но, тем не менее, сама навигация, побег там через окна, перемещение по импровизированным лифтам Это всё в кайф Вот Поэтому, подводя итог, можно сделать такой вывод, что погружаться как в фанат игры В игру смысла нет, вы, скорее всего, только сердце израните Но с точки зрения очередной визуальной экскурсии в мир Древнего Востока Слушайте, ну, мне кажется, это то, что действительно может быть интересно Особенно в такую холодную осень, когда в нашей полосе, допустим, уже ветер, дождь и сумерки Действительно хочется окунуться иногда в магию арабского дня и арабской ночи На этом наша рубрика, посвящённая видеоиграм, подходит к концу А мы плавно переходим к теме других универсальных убийц Продолжая развивающуюся тему про убийц Наемных убийц Мы переходим в несколько другую классификацию Уже более современную Мы поговорим про шпионов Шпионов, как Джеймс Бонд Или шпионов, как Джеймс Бонд Или Джеймс Бонд В зависимости от того, какой Джеймс Бонд вам больше нравится И сегодня в нашем выпуске Игра Находка для шпиона Спайфол под номером 2 Это одна из тех игр, которые идеально подойдут для компании Причём для компании крупной, для компании живой и очень энергичной Если раньше мы говорили с вами про создание своего смартфона Про спасение старого мира Нет, это как раз таки та самая игра, которая очень хорошо На какой-нибудь такой зажжённой вечеринке, тусовочке открыть и очень весело провести время Тут, конечно, есть пара нюансов с правилами, однако это один из тех примеров игры, когда она вышла далеко за пределы своего настольного варианта и распространилась даже через мобильные приложения, которые, впрочем, не соответствуют подобным иллюстрациям Но, как и мафия, при должном желании, при должном желании достаточно иметь немного бумаги, ручку и достаточное количество энтузиастов, желающих попробовать себя в роли шпиона Итак, что здесь есть? Удивительно, но на фоне множества жетонов, деревянных кубов, если вы хорошо помните, здесь есть только пакетики Много пакетиков с картами И в этих пакетиках с картами типовое наполнение Допустим, мы открываем вот этот пакетик Что же нас ждёт здесь? Нас ждёт Раз шпион Два шпион И локация, на которой указана роль и место Все остальные карточки в этом пакете идентичны, даже если они перевёрнуты вверх ногами Не бойтесь, они одинаковые Вы, возможно, уже догадываетесь, в чём заключается игровой процесс, но не грех и повторить Вы шпион или антишпион Ну, допустим, что мы здесь играем за шпионов И вас может быть даже двое, если компания особо большая Ваша задача за один раунд скрыть свою шпионскую натуру Но зато раскрыть, где вы находитесь Потому что все игроки мирные получают подобную карточку Здесь написано, кто он Здесь написано, где он И они должны в процессе разговора, задавания друг другу всяких вопросов до этого дойти Например, у нас здесь заправка и мотоциклист Ну, например «Хей, как дела у твоего железного коня?» Спрашивает «Один не шпион, другого не шпиона» И тот, понимая, о каком железном коне идёт речь, говорит «Да вот знаешь, недавно залился, а так по самое не балуй» Стратительно звучит, но тем не менее И сразу понятно, что два человека нашли друг друга Два не шпиона Между не шпионом, не шпионом, ещё одним не шпионом И сидит шпион, который не понимает, о каком железном коне речь Ему надо мимикрировать, чтобы никто не задумывался о том, что он не понимает Что значит залился по самой не балуй Что значит железный конь, он не понял какой Он должен дать какую-то реакцию И он так «А, да, точно, железный конь, там где ещё железные зебры, например» Ну и всё понятно, сразу видно, шпион детектит, выгоняем его на голосование Но, если шпион достаточно прозорлив, умён и хитёр Он может достаточно долго продержаться, чтобы обвинили кого-то другого Мирного, допустим, не самого смышлённого Или не самого богатого на всякие интересные двусмысленные словечки И поэтому, если сажают не шпиона То шпионы автоматически выигрывают Вот, но я надеюсь, что во всём этом карточно-чехольчатом великолепии Вы найдёте свою любимую локацию Или вы очень хорошо вживётесь в роль шпиона И будете получать должное удовольствие именно от этой игры на вечеринках, а не от какой-нибудь другой Ну, я полагаю, это всякое веселее, чем просто в баре питать дротики в дартс Впрочем, кто знает, может быть, среди посетителей бара затаился свой шпион На этом наша рубрика, посвящённая настолкам, заканчивается И мы движемся к неотвратимому финалу Субтитры создавал DimaTorzok